Друзья, всем привет! Снова выходные, снова дача. И хотела вам показать, у меня тут остатки рассады. Хоть уже и конец июня, но я все равно высаживаю, потому что некоторые здесь многолетники, и это не важно, когда их высаживаешь, главное, чтобы они принялись. Хотела вам показать, что вот эта сажалась как земляника, в итоге, по-моему, это все-таки Анютины глазки. А вот эти цветочки сажались как петуния, но, по-моему, это совершенно не петуния, видите, они цветут мелкими такими непонятными цветочками. Очень симпатичные розовые, голубые, белые. И вот еще хотела показать листики, вот, темно-зеленые, сажались как петуния. А, нет, не петуния, а вот эти темно-зеленые сажались как альпийская астра. А в итоге вот такой цветок. Что это такое, я вообще без понятия. Может, одно семечко попалось, какое-то не такое. В общем, какие-то на нем такие корзинки, вот такие бумбончики с цветочками на конце. Я без понятия, что это. И еще тоже вот где светлые листики сажались как петуния, а среди них выросла общая, не знаю, что с резными листьями. В общем, какие-то странные семена в этом году. Вот каприфоль привезла, тоже посажу в горшочке. Остатки цинии тоже рассажу. Ну, в прошлый раз освободила немножко местечко на другой клумбе, напротив своей любимой. Вот там посажу цинии эти оставшиеся. Кстати, пока они довольно плохо подрастают. Не знаю, может быть, потому что июнь был не особенно солнечный, не особенно теплый. Ну, сейчас вроде бы, говорят, лето вернулось. Посмотрим. Так, получится. Еще остатки перцев досадить. И еще малину тоже надо посадить. А то она у нас в горшках нехорошо. Друзья, всем привет! Ой, соскучилась я по вам. Наверное, и вы по мне. Видео пока что выходят раз в неделю. Просто больше я не успеваю. Вот. Возможно, вообще перейду на телефонный блогинг. Потому что снимать на камеру не всегда получается. Это все-таки стационарно. Как бы приходишь с работы, ставишь камеру, снимаешь. Так, чтобы на ходу у нас там на работе запрещено с собой видео и фототехнику приносить. Как бы это все ограничивает возможности. Да, соответственно, даже если я после работы там куда-то иду, и мне нужен, допустим, фотоаппарат, мне нужно вернуться домой, взять его. Ну, в общем, это такой геморрой небольшой. Вот. Поэтому как-то не получается пока с частыми съемками видео. И с работы приходишь, вообще нет и чего. И так, устаешь в последнее время. Я стала ложиться где-то часов в десять. А в шесть мне вставать. И я встаю вообще. И у меня ощущение, что я нифига не выспалась. Вот. Как-то до этого я ложилась там в двенадцать в час и вставала так же в шесть. И было точно такое же ощущение, как будто я не спала вовсе. А сейчас сплю на два часа больше, а ощущения те же самые. Вот. И, в общем, я тут приболела. Мне заложило оба уха. Но левое вообще конкретно заложило. Вот. И, Анютка, тебе большой привет. И спасибо за советы. Ты, как всегда, меня выручаешь всякими медицинскими советами. Вот. И ты мне посоветовала вот такие капли ушные. Я попробую. На работе зашла к нашей медсестре. Медпункт. И там мне посоветовали другие капли. Без этикетки вообще. Софродекс. Вот. Они вроде на натуральных маслах каких-то. Но, в общем, пахнут приятно. Вот. В общем, посоветовали это. И, как бы, закапывали мне именно эти капли. В общем, буду пока что лечиться. А, конечно же, а то мне начнете говорить, что я там что-то занимаюсь самолечением. Я знаю вас. Все время мне что-то рекомендуете. Я уже записалась к врачу. Но у нас все врачи в отпуске до 28-го числа. Поэтому к врачу я пойду только 28-го. Вот. Соответственно, всю эту неделю мне надо как-то продержаться. Потому что у меня пульсирующие боли в ухе. И иногда. То есть они постоянные. Они иногда происходят. И иногда очень сильные. Иногда и слабые. Надо как-то это дело перетерпеть еще неделю. Вот. Поэтому взяла эти капли. Буду пробовать лечиться. Ну, не лечиться. А пока просто, чтобы как-то ослабить то состояние, которое со мной произошло. Вот. Собственно, из-за чего произошло, я не знаю. Не понимаю. Ну, и фиг с ним. Произошло и произошло. Конечно, если спадет это дело, я все равно схожу к врачу. Проверю. Мало ли что. То есть я не буду удалять запись. Схожу. Вот. И хотела вам показать кое-какие новинки из фикса. Может, кому интересно будет. Итак. Из новинок. Хотела показать вот такую краску. Взяла. Если помните, я всегда брала зелененькую. По-моему, она бьюти называется. В этот раз, когда ходила в фикс, моей любимой не было. Была одна шоколадная. Вот. Мне хотелось чего-нибудь сочненького. Такого. Либо сливового, либо вишневого, либо чего-то такого медно-золотистого. Вот. И из этой бьюти ничего не было. Поэтому я выбрала вот эту краску. И вы меня только что видели. Мне цвет очень нравится. Он сочный. Насыщенный. И что самое главное, волосы блестят. Причем я их уже не раз мыла после окрашивания. И они по-прежнему блестящие. Мне очень понравилась краска. Могу посоветовать. Бьюти, если и буду брать, то только свой натуральный шоколадный цвет. Цветные какие-то варианты я пробовала. Мне не понравились. То есть, натуральные цвета там хорошие. Хорошо ложатся, хорошо держатся. Вот. Посмотрим, сколько будет это держаться. Но пока мне нравится. И процесс, и результат по окрашиванию мне понравился. И вот посмотрим, сколько она продержится. Как быстро смоется и так далее. Вот. Еще тоже не собиралась ничего брать. Но увидела новинку. Вот такую вот. Живые маски. Компания Wilson. Вот такая вот маска-пленка. Здесь идет киви. Янтарная кислота. Витамин Е. Была еще, по-моему, то ли зеленого цвета, то ли синего. По-моему, зеленая. Там с яблоком. Вот. Ну, мне эту захотелось. В общем, понравилось. Я не стала две брать. А то вдруг не понравится. И куда я потом ее дену. Вот. Давно хотела тоже попробовать маску-пленку. Посмотрим. В общем, расскажу потом в пустых баночках. Может быть, кстати, в плане обновления канала. Возможно, что пустые баночки исчезнут. И исчезнут как вариант видео. И будут сниматься, будут показаны во влогах. То есть, какие-то впечатления рассказаны частично. Потому что, ну, в связи с нехваткой времени. Вот. И еще взяла вот такую новиночку. Скраб. Кремовый. Для лица, шеи и зоны декольте. Глубокое очищение и обновление кожи. Фреш фейс. Тоже я такого раньше не видела. Все по 50 рублей. Краска, по-моему, 55. Точно не скажу. Но 50 рублей 55. Как бы особой разницы нет. Не 77. Слава богу. Ну вот. В общем, тоже расскажу. Как понравилось или нет. Скрабы для лица я вообще, в принципе, люблю. Не часто ими пользуюсь. Вот. Но мне нравится. Взяла вот такую штучку. Зарядка. Которая в машине, в прикуриватель вставляется. Для телефона. Потому что иногда бывает очень надо. А такой штуки нет. Здесь два разъема. Вот. В общем-то. Такая штучка. 50 рублей. Посмотрим тоже, как долго продержится. Ну. Новинка, не новинка. Взяла пластинки от комаров. В Москве просто доконали. Уже замучили. Невозможно спать. С комарами. Особенно еще, когда очень жарко. Откроешь окно. И потом вообще невозможно. И взяла. Пополнила, так сказать, свою коллекцию. Любимыми перчатками. Перчатки мне очень нравятся. В экспрессе. Я вам их уже показывала. В дачном влоге. Такая надпись. А расцветки совершенно разные. Бывают там. Совершенно разные. Его, кстати, размер я не посмотрела. А оказывается, мой. В общем, размеры разные бывают. И расцветки тоже разные. Вот я выбрала то, что мне понравилось. Очень хороший. И на два сезона хватает. Вот я вам, который показывала. Мои зеленые. Такого защитного цвета. Пятнами. Они покупались не в фиксе. А в каком-то другом магазине. Типа монетки. Или чего-то такого. И они уже обтрепались. У них уже слез вот этот слой резиновый. То есть, ну, плохие перчатки. А вот в фиксе они два сезона держатся стабильно. А потом уже они, конечно, становятся хуже. Обтрепываются. Но слой все равно сохраняется. То есть, там, как бы они становятся более такие грязненькие. Но слой резиновый сохраняется. В общем, берите перчатки, пока есть побольше. Они лежат, не слипливаются. Все супер. Суперские перчатки, в общем. Вот. И еще не новинка. Я как-то брала вот такую вот корзину. Я ее не показывала. Есть одна задумка. По диайваю. Хочу сделать кашпо. В общем, идея такова, что я хочу сделать два кашпо. Одно вот с такой корзинкой готовой. И одну корзинку мы будем делать самостоятельно с вами. Но когда будет этот диайвай, я пока не знаю. Учитывая ограниченное время. Надеюсь, что вы меня понимаете. Войдете в мое положение. Немножко потерпите. Со временем, я думаю, я войду как-то в это рабочее русло. Потому что сейчас тоже пока испытательный срок. Я вливаюсь. Понимаю вообще работу. Принцип работы. Что мне нужно будет делать. То да и все. Какие-то там ГОСТы изучаю. Пока то есть как бы дома я тоже работой занимаюсь. Поэтому как только я вольюсь. И у меня стабилизируется работа. Со временем. Я надеюсь, что я буду больше уделять времени каналу. Ну стараться. И опять вернуться и рецепты. И диайвай. И какие-то интересные обзорные видео. Так что. И не забывайте. Как только у вас будет 500. У меня будет конкурс. И если вы видели мой предыдущий влог. Если не видели, ссылочка будет вверху в уголке. А также под видео в инфобоксе. На предыдущий влог. Где я рассказываю, что вы можете получить в этом конкурсе. То есть одна из предметов. Одна из вещей. В общем, это книга. Ну в общем, кто не видел влог предыдущий. Проходите и ознакомьтесь. Вот. А мы с вами чуть попозже увидимся. Еще наверное. Все-таки сборные влоги я делаю за несколько дней. Вот. Так что. Такие у меня новинки были. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok